И таблица Discrimination Measures. Эта таблица является аналогом factor loadings в методе главных компонент. Но нельзя понимать эту аналогию буквально. В данном случае идеальная картина, когда равномерно распределяется Discrimination Measure по всем наблюдаемым переменам. В нашем случае это не совсем так. Есть переменные, которые, категории которых на латентной переменной разнесены слабо, низкий уровень Discrimination Measure. Есть переменные, для которых очень высокая степень разнесенности. То есть, прежде всего, именно категории вот этих переменных, особенно вот этой переменной, формируют латентную переменную. Сугубо для сравнения я сейчас запущу еще две оси и три оси. Дальше. Вот. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Возвращаюсь к решению с одной осью К сожалению, график, совместный график всех категорий, он очень трудно интерпретируется, даже если увеличить масштаб Два раза кликаю и ставлю Chart Size Субтитры сделал DimaTorzok